Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная еда с Хадиджей. Я считаю, что у каждой хозяюшки в копилочке рецептов должно быть несколько рецептов вкусного и быстрого печенья и полезного. В данном случае как раз сегодня это именно тот случай. Овсяно-кокосовое печенье. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Очень вкусное, мягкое, нежное и с хрустящей корочкой. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! В сотейник толстостенный перекладываю 100 грамм масла. Нам нужно растопить. Высыпаем в стакан овсянку, которая варится долго. Видите, один стакан у меня 300 миллилитров. Неполный стакан кокосовой стружки. Неполный стакан пшеничной муки, заранее просеянной. Все в граммах опишу под видео в описании. Одну чайную ложечку добавляю натертой цедры апельсиновой. Вы можете заменить лимонной цедрой. Можно свежей, можно сушеной. У меня вот, видите, засушенная. 3 грамма ванильного сахара и 1,4 чайной ложечки соли для баланса вкуса. Пол стаканчика сахара. Все хорошенечко помешиваем. Делаем углубление. В разогретое сливочное масло отправляю 2 столовые ложечки меда. Масло должно быть теплым. Помешиваем. И отправляем сюда 1 чайную ложечку соды. Все хорошенько помешиваем. Вот образовалась вот такая пышная масса. Вы видите, сода взаимодействия с медом. Пусть это вас не пугает. И сейчас всю эту массу медовую выливаем в наши сухие продукты. Все хорошенько перемешиваем. Обратите внимание, тесто должно комкаться. И мы сейчас собираем вот в грецкий орех вот такие шарики и выкладываем на заранее выстиланный противень пергаментной бумагой, либо ковриком. Духовку я уже включила на 180-190 градусов. Оставляем расстояние между печеньками. Выкладываем печенюшки вот такие из грецкий орех. И между ними оставляем расстояние, потому что они будут немножко подниматься. Я расположила печеньки все-таки на хорошем расстоянии, чтобы они не склеивались. И вам рекомендую. Выпекать будем при 170-180 градусах 12-14 минут. Смотрите по вашей духовке. Если вы хотите их немножко распластать, они получатся более хрустящими. А вот такими шариками они внутри будут мягкие. Итак, отправляем в духовку. Итак, печенье наше готово. Какой аромат стоит на кухне. Они очень мягкие, еще горячие пока. Мы их не трогаем полчаса и потом будем доставать. Посмотрите, как они великолепно пропеклись. Снизу, сверху золотистая корочка хрустящая, а внутри мягкие. Очень вкусное печенье. Всем рекомендую его приготовить. Из этого теста получается 15 полноценных печенек. Овсяно-кокосовое печенье. Просто прелесть к чаю. Великолепная выпечка. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Я вам буду очень признательна. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале. Вкусная еда сходящей. Пока-пока, друзья.